Всем привет! Мы на канале Тринадцать ПОС. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вам наш хор сегодня? У нас сегодня манная каша и три торта. Три торта. У нас прям это уже как это звучит? Три торта. Три торта. У нас даже название было. Только это магазинные торты. У нас сегодня очень много... Ну, не много, но есть разные происшествия, такие события. Нет, надо кашку немножко покушать. Я знаю, что ты хочешь только торты кушать, но кашку покушать надо. Три торта-то как трески, красава с фигурой. Надо нам хотя бы половинку, да. Ну, вообще же, хотя бы всю. У вас маленькие чашечки, совсем чуть-чуть кашки. Да. А вот лучше бы торты не кушали, а кашку кушали. А вот торта можно хотя бы половинку. У нас сегодня такие события. Василиса очень в школе порадовала. В общем, уже несколько дней пишут, что дети плохо себя ведут. Не готовятся. Я специально даже сегодня... Вчера ее в списке не было, сегодня специально спросила. Учитель сказала, что Василиса старается. Но я вижу, что она, думаю, очень старается сильно. А мне вот письмо похвалило. А мне вот салфетку дать. А тебя что похвалило? Потому что я, ну, старался хорошо писать. Молодец, да. Она тебе часто делала замечания, что ты торопишься и пишешь так. Как папа. Нет, как Максим. Моя школа. Мама. Письма. Скуши хотя бы. Мама, а я смогу стихо сказать есть и мне поставить пять. Все, нет? Я сегодня, как шрайбик, обложился камерами, фотоаппаратами и пошел на экзамены к детям. Дети у нас сегодня сдавали экзамены. А меня не пустили. Музыкальная школа. Мама. Мама, мы на оценке сдавали экзамены. Но она мне что-то негодяющая. Негодяющая вообще. Сейчас везде, даже вот Валера в девятом классе, все фотографов в школу не пускают. Сейчас везде. Вообще. Сейчас вот пока... Пей. Пока тепло не будет. Да, может быть, и не поэтому. Просто она мне сказала, это закрытые экзамены. Ну, как в школе. В школе что же не пускают? Мы же в музыкальной школе дети в том году учились в городе, на балалайку-то, на эту домру. Нас ни разу не приглашали. Здесь хоть на вступление в первоклассники были. В посвящении. Я все съела. Молодец. Я хочу тот розовый. Все пуски, они-то большие. Я тоже сдал сегодня экзамен. С патриологии на две четверки. На две четверки? Да. Одну за устную часть, вторую за письмом. А вот и хочешь. Нет, он не съел еще. Не Ваня, не Снежана еще не съели. А я уже съела. Да, сегодня дети сдавали экзамены, сдали на пятерки. Василиса оценки. Владик оценки хороший. Второй день. Я в английском 4-5 учила. В английском 4-5 учила. Кому? А, это Ваня? Это Валентин. Еще кому что? Никите, вот этот. Вот этот? Да. Спасибо. Кому что еще? А вы для меня ложку даете? Ты сейчас кашу покушаешь, потом я тебе дам. Нет. Еще одну тысячку. Ты даже ложку еще не съел. Нет. А я не пойму, что-то я Ваню в последнее время выигрывать стал по кашам по всем. А Нюта сегодня выиграла. Ваня фанатик суртиков стал. Мама, а кто выиграл, это я. Да, Нюта сегодня молодец, первая покушала. Завтра Снежана едет в больницу. Она не знает, что это такое. Я знаю. Мама стрессует. Папа, сегодня мама опять ходила в магазин, там шмуточки покупала. Папа, пушка, пошли в платную клинику. Вот этот? Дешевле обойдется. Но это он шутит так. Я хочу вот того попробовать торта. Или торта. Не, вы нормально меня так посадили сюда? А что, нормально? Какой ты будешь тортик скажи? Я уже положу тебе, какой будешь? А вот эту дверь закрыли сейчас, поэтому жало. Я заметил, знаешь, что? А дам, ты же ложечку свою. Слушай, мам, знаешь, что я заметил? Все просят торт. Вот я, например, с этой стороны сижу, мне надо обязательно тот дальний. С той стороны обязательно нужна этот дальний. Это психология. Караул какой-то вообще. У нас что так много? А ты же сладко не ешь. Мама, а это что называется термос? Тирамису. Мама, а это что-то лучше тогда. Такой же, да? Тирамису. Ой, посадите, мам. Я, по-моему, с тебя делали, мам. Сейчас, я руки-то. Кому отдых, а кому? Мать-другая. На раздаче. Но я, главное, урок извлекаю. Да, это главное. Слушай, мам, я для себя урок извлекаю. Я никогда туда не сяду. Не садись. А сама интереса, сколько бы мама на стороне не сидела, все равно она везде все подает. Только фильм на раздаче у меня, то есть все что-нибудь. И папа постоянно приговаривает, что он не хочет быть мамой. Что он рад, что он не мама. Молодец, точенька. Ну, если уже не хочешь, ладно. Я смотрю, как ты съела. Какой тортик будешь? Не знаю, что он не хочет. Молодец. 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 ты не пробовал такой еще кто мечтает ну да я даже не знаю как он называется ты не пробовал это разваленный графский развален еще положу ладно хватит наелся добрая мама мама добрая кушайте 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 когда я ем а у меня другая пустота когда я ем я ем и я наелся сладкого много не съешь я все все съем тебя зла то шутить я чаще не могу меня тоже касается я половину ел как ты про своё ну у каждого своё мама у меня почему-то ну что наши одноклассники не хочет кушать красную рыбу а ты тоже не хочешь я я ема я ее ем она очень я в школе вам дают да я в школе я в школе варенную да снежан тебе наверно проще перечислить что ты кушаешь я вот я есть но и мая Я никогда молочную не люблю кашу, вот это с молоком или кипяченое молоко, я всегда отдавал. Не кашу, а суп ты не любил. И суп, вот все, что с молоком было связано, я... Как ты и не любил, мы с тобой познакомились, твоя любимая еда была каша манная. А, манная, да, но это же не молоко, это каша манная. Иди. А я помню один раз приехала сестра двоюродная к нам в гости, и моя родная сестра двоюродная, так за столом сидим, и я им, и мама, наверное, скорее всего, ну да, кто еще, молоко кипяченое все, тык-тык-тык-тык-тык, а никто же из детей не любит, и я тут решил героя себя построить. Ну ладно, давайте я за вас выпью, хотя сам никогда не пил, ну просто, видать, хотел бы повыброжать что-ли. В общем, на втором стакане, мне за столом сказано, меня это вывернуло наизнанку, и с этого момента я вообще никогда не пил молоко кипяченое. Вот пенка, вот эта пенка мне не нравилась. Ну не знаю почему, сейчас-то молоко я пью, наверное, кипяченый бы вы это пил. но зато у нас в детстве продавали на рынке варенец варенец в стаканчиках таких пластиковых надо он был они в баночках маленьких баночках а сверху это от варенца такая коричневая пленочка плавала он стал рубль стакан или баночка вот эта пленочка какая вкусная вот мама может быть помните в том доме варила тоже варенец вот это как она двадцать четыре двадцать шестнадцать копеек был к хлебу стоило 22 это уже белый белый одна копейка стоил коробок спичек одна копейка коробок спичек я знаю в детстве потому что на рубль что коробков спичек покупали у вас сейчас телефоны есть в телефоны играли крепости это было очень у людей многих годами стояла вот такие прям поделки и самичек такие дома мы с вами телефонов нету и вы сначала не знаете чем заняться мы чем за ним я вот раньше садилась на визор обязательно вязала небе 10 я вижу высшего логиста тоже вязать ему все вязали мальчики девочки вышивала шива обязательно а я еще у меня дедушка всегда сетку вязал такая штука там на балкон на двери и сеть какие-то для китовой рыбалки и я там потихонечку начал с ним вязать и вот раньше вот кстати у многих я приходил сетки сетки все вязали капронов не так мужчины сетки женщины макраме я вязала такую сову большую без ниток макраме вот такие глаза для расчесок они только размером есть все вот все тирамису не понравилось на я чё б ты понимала колбасных обрезках а а поэтому я ну чё что будем прощаться друзья мы наелись мы хорошо пообщались с вами повспоминали прошлое что вы помните пишите пишите дача мы говорим вам пока пока